спектакль на дне мне не понравился с самого начала должен признаться что пьеса горького мне понравилось даже очень но если в этом не признавался уж тем более не признавался одноклассником и учительниц литературы когда открылся занавес я увидел это нагромождение деревянных лестниц многоярусных коек переплетения веревок и свисающих тканей это следовало понимать как ночлежку в которой все у горького в песне и происходит это было некрасивым очевидно каким-то хлипким шатким скрипучим ужасным настоящим мне не нравилось спектакли все без исключения я не понимал почему актеры бегают когда бегать не нужно почему они так громко говорят почти орут почему они так ужасно топают и машут руками костюмы на артистах были под стать декорациям грим тоже все что я видел на сцене состояла из фальши и неправды невозможно было поверить в то что кто-то мог пылать страстью к хозяйке ночлежки в исполнении единственной народной артистки нашего театра васька пепел был явно не молодым человеком сильно выдавал актера свистящий сильно прокуренный голос и одышка даже вода которую актеры пили изображает что пьют водку была какая-то фальшивая эта вода играла роль водки также плохо как актер ее пившие однако в зале стояла благоговейнейшая тишина с редкими покашливаниями публика иногда одобрительно вздыхала посмеивалась а то и голос смеялась один раз за первый акт зал зааплодировал особенно громкому длинному надрывному монологу с какого-то момента мне стали интереснее зрителя чем происходящее на сцене я начал вертеть головой случилось это во втором акте когда аплодисменты зазвучали чаще я видел блестящие глаза неотрывно глядящие на актер видел у некоторых дам прижатой к груди собранные гусел руки видел подлинное внимание людям нравилось кто-то пребывал в полном восторге я ощутил страшное одиночество даже страх мне стало немного легче когда мужчина сидевший перед меня громко схрапнул тут же получил сильный толчок локтем от своей жены который еще и прошипел ему на ухо что-то негодующее по окончании спектакля публика разразилась аплодисментами которые пришли в стоячую овацию актеры кланялись по одному и вместе уходили снова возвращались люди выходили со спектакля благодарны самые нарядные дамы утирали слезы в очереди в гардеробе я услышал обрывки обсуждений и люди смаковали детали говорили не громко я был потрясен и сокрушительна задача чем это исключительно тем что я никому в театре не поверил ни артистам на сцене ни тем более зрителям и их восторгу я видел видел отчетливо одни сыграли пьесу другие восторг обе стороны остались довольны друг другом я не понимал зачем это было все нужно мне стало не по себе то что я один вижу происходящее на сцене как какой-то таинственный безумный сговор или как массовое помешательство когда я сталкивался с тем что люди слушают плохую музыку я возмущался но верила людям девочки слушали основном всякую дрянь дедушка любил цыганские романсы в исполнении артистов театра ромэн друзья родителей сами родители могли не без удовольствия слушать шлягеры отечественных и народных исполнителей любимый дядя был в восторге от плотных песен сам был не против взять гитару к восторгу всех родственников исполнить что-нибудь ужасное мне это категорически не нравилось но я верю в театре я не поверил никому не актером которые играли свою роль с видимым удовольствием не тем более зрителям которые проделывали стоя не поверил потому что то что я видел на сцене кемерского областного театра не может нравиться